Теперь поговорим о более глубоких вещах. В нашей психике есть центр, вот здесь вот центр. Там находится душа, и там же находится центр ума. Душа — это такая искорка, сотканная из желания жить, из желания счастья и знаний. Эта искорка наполняет желанием всю нашу судьбу, всю нашу жизнь. Но она окружена определенным шариком. Этот шарик на санскритах называется «Мохабхава». То есть этот шарик, через призму которого душа смотрит на мир. И этот шарик называется глубиной твамики у человека, то есть судьбой. В Ведах описано, что есть такое Патанжаре, его супро-произведение, в котором Великий Мудрец Патанжаре описывает образно, как устроен центр ума. Вот здесь вот, в зоне, как устроена. Он его сравнивает с озером. Говорит, озеро ума. Он сравнивает, что есть поверхность у озера ума. Волны. Попроизведение с озером – это волны. Волны имеют четыре категории. Первая категория – это мысли человека. Порядность нашей психики самая. Верхняя часть психики не глубокая, а по вертности – это мысли. Глубже мыслей находится желание. Все это с левой стороны. Поэтому у женщин и мыслей… Нет, в глубже мыслей находятся чувства, ощущения. У женщин мыслей и ощущения сильнее, чем у мужчин. С левой стороны, наверное, не больше женщин. С правой стороны находится воля, человеку воля. Или шима, способность добиться своего. С правой стороны находится в голове. А глубже находится желание. Вот, допустим, мужчина добивается отношений, а женщина думает о ней, мечтает и ждет. Так? Мужчина добивается. И стремится. Он желает отношений. Женщина ждет отношений, а мужчина желает. Желание замечает поступок. Если человек желает чего-то, он уже устремлен к этому. А если человек мечтает, это не знает, что он будет что-то делать. Есть мечты, а есть желания. Желание побуждает действию, а мечты. Они побуждают, они побуждают ожидания. Да, понимаете, да? Женская природа и энергия природы, мужчина активны. Пускай природа активны. Итак, все эти мысли, желания, воля человека и чувства, они все находятся на поверхности ума. Это самая верхняя часть сознания человека. В этой верхней части мы себя осознаем. Мы чувствуем свои мысли, настроение чувствуем, эмоции, чувствуем волю свою и желание. Я хочу напиться чай. Я хочу напиться чай. Самого, ребят. Желание. Это желание. Хочу, значит, подвигаешься. Или мечты, допустим. Мечта означает, что человек, чем-то думает, образ возникает. Грустка с каменя снедает, и женат лишь я и хожу. Дальше, глубже мысли и желания находится вода в озере ума. Вода. И потом песок, да? Внизу песок. Эта вода делится на три слоя. Верхний самый слой называется настроением человека. Там находится настроение. У меня сегодня хорошее настроение. Ну, то есть настроение – это что-то такое внутри, которое дает возможность что-то делать, жить, активно себя вести и посидеть. Так? Знаете, что такое настроение. Это тоже чувствуется, но уже с трудом. Иногда человек не может сказать, хорошее у меня настроение или плохое. Ну, где я их знаю? Средний. Ну, то есть настроение иногда чувствуется, иногда нет. Это верхняя часть озера ума. Дальше интересно идет средняя часть озера ума. Это зона, которую, наверное, трудно понимаем вообще. Это зона, в которой пул контролирует здоровье человека. Там находится здоровье человека. И из этой зоны иногда приходят сигналы, если нарушаются функции. Например, человек, допустим, живет нормальной жизнью, и неожиданно он… У-у-у-у… Правильно, чей. И все равно не получилось. Не может покакать. И он приходит к мысли, что у него болезнь есть, запор называется. А так бы, если бы он покакал, он бы никогда в этом и не узнал. Ну, то есть все, что связано с болезнями, это труднодоступно. То есть человек узнает через боль, нарушение функции какой-то, он как-то иногда даже не верит в это. Он говорит, а я все равно здоровый. Все равно покакаю. Но не получается. У него постоянно приходит мысли, что он болит, и начинает пытаться уже избавиться от этой заболезни. Пытается лечиться. Вот, то есть зона вот эта вот глубокая, более глубокая, средняя часть озера ума, вот этой воды, эта зона связана со здоровьем. Там наше ум направирует здоровье. Как вы думаете, когда в жизни что-то получается, куда это сначала влияет? На волны, да? На поверхностно. А если не получается постоянно? Там всегда приходят радости, когда это все очень глубже, да? Настроение, на уже на фон настроения влияет. И только потом он начинает влиять на здоровье. Но если человек молится, или занимается духовной практикой, то это изнутри уже действует. Изнутри, понимаете? То есть у него сначала меняется судьба, самая глубокая часть, потом здоровье, а потом только настроение. Изнутри это все действует. То есть события не действуют снаружи, а внутренняя жизнь действует изнутри. Но это чуть позже будет. Итак, смотрите, интересная вещь. Самая глубокая часть озера ума связана с событиями. Потому что вообще непонятно. Нормально? Жили же. Чего ума там? Непонятно. Потом выясняется, что он уже полгода и любил, и скрывал, и так далее. Понимаете? То есть события вообще тайны в природе жизни, они приходят в нашу жизнь неожиданно. Мы это почувствовать не можем практически, если мы не занимаемся внутренней жизнью. Если человек молится, занимается медитацией, то он может почувствовать беду в своей жизни. А человек, который живет внешней жизнью и чувствует беду, она приходит неожиданно в ее жизнь. Потому что беда – это самая нижняя часть нашей жизни, та, которая вообще мало-мало доступна восприятию. Но когда человек спит, успокаивается в момент засыпания, пробуждения, оттуда тоже сигнал может прийти. Человек может почувствовать беду, когда он засыпает, пробуждается. Озеро ума становится спокойным, и сигналы доходят снизу. Но есть еще самая глубокая часть, или песок – это зона, где находится как раз глубинная память. Это каждое событие в жизни человека, каждый поступок, каждое желание фиксируется в этой зоне в виде скоплений определенных энергий. Каждый поступок формирует привычку. Эти привычки складываются в определенную наклонность к жизни. Эти наклонности называются карма-васана, или узелки кармы. Васана означает узелок. Эти узелки кармы, как песчинки, лежат внутри. И в результате влияния времени, а время, каждое время имеет свой характер, имеется в виду время, связанное тоже с настроением, оно меняет жизнь. Вот вы, допустим, видите, что сейчас настроение жизни другое, нежели было 20 лет назад, да? Оно поменялось, настроение жизни. И каждое настроение жизни вызывает свои узелки кармы на розык, вытягивает их на розык. Когда узелок кармы выходит в нижнюю треть озера ума, в этот момент наступает влияние на судьбу. Вот, например, там находится песчинка кармы в этом месте. Человек сам живет, как жил, у него ничего не меняется. Но его почему-то хотят выгнать с работы. Начальник неожиданно его не любит. То есть эта песчинка влияет на кого? На тех, кто с нами связан по судьбе. На начальника, на жену, на детей. На тех людей, которые связаны с нами по судьбе. Не просто там на дяди Василия какого-то, а на тех, кто именно отвечает за нашу жизнь, на ключевых людей нашей судьбы. Так действует судьба. Все, что человек сделал в своей жизни, он за это должен ответить. И это объясняет, что этот мир создан из одной лишь справедливости. И когда человек признает справедливость этого мира, то в этот момент он начинает выходить и стрессом. Он признает, что так положено, что это правильно, что со мной происходит. Это важно для меня. Потому что все события, которые происходят в жизни человека, они приводят его к двум направлениям. Или к стрессу, или к знанию. Или он становится мудрым и счастливым. Или живет в стрессе, если он не хочет принимать правду жизни. Если человек принимает, что он так хорошо, это правильно для меня то, что происходит, то он успокаивается, выходит из стресса. А если не принимает, то он дальше научится. И принять очень трудно, для этого нужно знание. Зачем это все произошло со мной? Почему? А потому что я так себя вела вот с ним. Я вот такие поступки совершала. И это все привело к тому, что он ушел. Так мне значит, по делу я теперь буду меняться в жизни. А если бы я жила с ним ярко и не поменялась никогда, я буду меняться, стану лучше, и поэтому в моей жизни стану счастливее. Ну, примерно такое чувство возникает у человека, который был правильным путем жизни. Теперь слушайте меня внимательно. То, что я сейчас буду вам говорить, это крайне сложный понятие. Крайне сложный понятие. Есть в целом две направленности жизни. Одни люди считают, что в этом мире нет ни совести, ни правды, а просто есть успех. Они верят в личные способности, в личные силы, в успех. Они не верят, что за какой-то поступок я буду отвечать. Допустим, если я торгую водкой, и это мне дают деньги, я не считаю. Это правильно, как жить? Чего париться? Надо жить тут как хорошо. Если я, допустим, гуляю, а в жены прикоряю, и никто не знает, то все хорошо, все нормально. Такие люди не знают, что там в сердце все фиксируется, и эта энергия также влияет на всю мою жизнь, на все события моей жизни, что наказание главное приходит через сердце, а не через тюрьму или следственный орган. Поэтому говорится, у тебя в сердце-то все спокойно, ты вот живешь, у тебя там все спокойно, ты правильно действуешь. Или нет? И от этого дальше все зависит. Если человек вообще туда смотреть не хочет, то он живет в невежестве. Такие люди называются бессовестными, потому что они разорвали свои отношения с совестью, не хотят по совести жить. Есть люди наглые, это люди в страсти, у них может быть и есть совесть, но они все равно придут сделать по-своему, наглее. А есть люди честные, это те, которые живут по совести, они никогда не будут делать то, что сердце им подсказывает, что им надо делать. Жить по совести означает контролировать себя. Когда у человека разум сильный, он живет по совести. Когда разум слабее, он попадает под влияние желания, начинает наглеить жизнь, под себя придет. И когда человек, решая, что он будет жить как хочет, принимает такое решение и закрывает глаза на сердце свое, такой человек становится бессовестным, живет невежеством. Люди в невежестве катятся вниз, закрытыми глазами. Они получают стресс, как когда вниз уже попадают. Пока они катятся, они не чувствуют, что что-то плохое происходит. Когда дорожки доходят, тогда чувствуют. Люди в невежестве. Люди в страсти, они не катятся вниз, но они катятся не туда, куда надо. Они из ту сторону как бы едут. И до последнего, пока они почувствуют, что они туда, потом разворачиваются, начинают вернуть туда. А люди плавности, они идут по своей дороге. В целом это описано в сказках древних. Три дороги у человека есть в сказках. Первая дорога – счастье придешь. Вторая дорога – сидя потеряешь, это невежество. И третья дорога – коня потеряешь, страсти. Коня лежит. Ну, когда человек живет страсти, он неминуемо приходит. Когда человек живет в невежестве, он деградил, неминуемо. Когда человек живет в плавности, он убеждает свою судьбу. Итак, человек в плавности не попадает в стресс. Если попали в стресс, значит, вы живете неправильно. Это сто процентов. Сто процентов. Человек в плавности, он испытывает трудности жизни, но в стресс не попадает. Стресс означает неправильное представление жизни, неправильная выбранная цель жизни. Если человек выбирает правильную цель жизни, высшую цель жизни, он даже если попадает в трудности, он и побеждает. Но если человек неправильно выбирает высшую цель жизни, результат этого всегда – страдания. Есть два типа выбора цели. Первый тип – жизнь выбирает цель. Обычно это – страсть. Иногда вы веришься. Но в плавности человек всегда сам выбирает цель на основе знания. Если целью жизни становится ребенок, то ребенок начинает наглее, потому что он становится центром жизни. Любой человек, который становится центром жизни, он начинает восприниматься как центр жизни. Это означает наглость, неоплуженность. То есть если мать считает ребенка целью своей жизни, живет для него, то она открадывает жду у всех остальных. Например, у меня есть одна знакомая, когда я пришел к ней в гости, она мне сказала, Олежек, съешь, пожалуйста, яблочко, а то Володя припьет, и оно пропадет. Володя, ты не уши. Пропадет яблочко всегда, Володя, а ты съешь, и пропадет. Понимаете? А чем я говорю? Женщики. Честно? Честно. То есть для нее пеки цель жизни, а Володя уже забрактоном оказалась. И Володя, в результате, в нее спился и умер от пьянства. Результат ее судьбу. Это женщина. Результат какого муж ей. Володя оказался за бортом жизни. Понимаете? Потому что счастья-то нет. Он встал на второй план. Бывает часто так, что женщина просто забеременела, а муж ее уже бросает. Почему? Потому что когда женщина беременен, от кого у женщины больше счастья приходит в жизни? От детей или от мужчины? От мужчин. Кто считает, как мужчина беремененен? А кто считает, как детей? Так вот, знаете, что счастье у женщины больше возникает от детей. А мужчина-то тот, кто дает счастье. Понимаете? Это кошелек счастья мужчине. Он дает деньги, он дает детей, квартиры. Он дает счастье, сколько мужчин может быть, или лужик, сколько радостей в жизни будет. Все радости для жизни для женщины, сколько мужчина и дает, получается. Блин, ну вот так получается. Но женщина, она эксплуатирует мужчину. То есть она не воспринимает его как счастье. Она воспринимает счастье деньги, квартиру и детей. Вот что для нее счастье. А мужчина это то, что надо сжимать. Да нет. Но знание дает женщине возможность понять, что счастье для нее это мужчина. Время, возраст дает такое знание. Что дети появились, ушли из жизни. Деньги появились, ушли. Ушли, а мужик остался. Если правильно относилась к ним. Ну, представьте, женщина забременела, а ребенок дает огромную энергию счастья в женской психике. Огромную энергию счастья. И она это счастье почувствовала, и все. Она ходит, чувствует, что там. Ей все с одной, по барабану. Кстати, муж, мужчина, он получает энергию любви от женщины, от жены. Энергия любви не поступает. Богу он молиться еще не научился. Энергия любви кончилась. Кончилась энергия любви, потому что ребенок появился. Женщина скрепочена ребенке, еще даже временно, еще не родила. Уже скрепочена ребенке, муж по барабану. Что происходит? Вот что происходит. Ждать. А в принципе, тем более. Вообще. Рапиночка моя. Так, женщины счастливы. И муж говорит, ты понимаешь, для чего мы живем вообще? Мы живем год для ребенка. Понял, нет? Работаем для него, все для него. Он думал, что для него живут. Поменялась, как в жизни поменялась, мужика резкая. Кажется, не для него все было. Обман какой-то. Видите, когда цель жизни выбирается от событий, то она разрушает жизнь. Допустим, мы живем в этой квартире. Работаем в этой квартире. Женщина вышла замуж, она думала, что, как мы друг от друга живем, мы там как-то служим, заботимся. Оказывается, мы работаем на квартиру. Или мужчина так думает, потому что квартира чаще всего жена женщине нужна. Женщина, она испытывает счастье от пространства, от территории, а мужчина от обладания, от возможностей жизни. Допустим, у женщины важны возможности, власть, деньги, ему он чувствует счастье от этого. А женщина, она контролирует территорию. Говорят, что 40 мужчин могут в одной квартире без проблем жить спокойно. Ну, в казарме, допустим, в салфе, да, там живут нормально. Но даже две женщины в одной квартире жить не могут. Они с ума сойдут. Потому что каждый контролирует территорию. Одна все расставила так, другая пришла, все расставила вот так. И там, говорит, блин, что такое? Я же только что порядок не делаю. Она говорит, что ты набортачила? Она говорит, я не набортачила, я порядок не делаю. Начинает скандал. Это невносимо становится. Ленщины вместе живут, могут так наругаться, что они становятся врагами на всю жизнь. И контролируют территорию. Но женщине нужна территория. Поэтому, мама требует три квартиры. Ее, подконтролируемая территория моя. И дальше, когда мужчина думает, сейчас купим квартиру, я ее расставлю, как бы не так. Вчина расставил, что-то там, пошел на работу, приходит, все поставлено на место. Но это да. Потому что в парфеле все имеет женскую природу. Обои флажками в парфеле или пушечками? Нет, обои в парфеле циточками. Женские, нет. Шторки. Прямыми линиями, нет? Нет. Такие линии. Женская. Кровать такая. Как развода, нет? Мягкая, женская, да? И все, в парфеле имеет женскую природу. Все, собственно, из-за женской ноги в парфеле. Под женщину. Вот какой цветочек обои, который нравится, же нет. А кроватка какая? Как мягко, же нет. Понимаете? Все имеет женскую природу в парфеле. А мужчина там что делает, когда получает? Спит, правильно? И ест. Он отдыхает. Когда все по-женски создано в парфеле, мужчина приходит, отдыхает за счет этой энергии, которая излучает женщину, удовлетворение, любви и счастья. Она излучает эту энергию, и мужчина отдыхает в ней. Ему хорошо. Понятная система. Поэтому женщина очень сильно приказана, чтобы не кулать за своей энергией тяга. И она мужу говорит, вперед! Рука зовет. И он смело, мы выходим. Более за это. Вот. И если это, это, это требует, очень сильное, как бы, то они забывают про счастье уже и упакивают за целый день. Когда человек входит в зону страсти, он теряет полностью счастье из своей жизни. Теряет себя. Смотрите, как это происходит. Человеку положено для счастья определенное время выделять деятям, определенное время здоровью, определенное время друзьям, духовной практики, самосознания, определенное время в отпуску, определенное время друг к другу в отношениях нужно уделять обязательно, определенное время пищи нужно уделять, и как так же. Все это делает человеческую жизнь гармоничной. Но когда человек зарабатывает на квартиру, время отдыха сокращается, время питания сокращается, время отношений сокращается, время на здоровье уделяется меньше, время на все, на всю жизнь уделяется меньше. То есть человек перестает жить. Он только работает на будущую квартиру. Когда люди так живут какое-то долгое время, 5-6 лет, значит, что происходит, интересный момент. Они перестают испытывать возможность выжить друг к другу. Они просто расходятся, и сами не могут себе это объяснить, у них пропадает любовь, у них от отращения как-то другого издеваются. Они не могут уже так жить. Но есть еще один более интересный феномен, что когда цель жизни выбрана неправильно, и люди упахиваются ради этой квартиры, потом, когда они достигают эту квартиру, вот тогда они и разводятся. Начинают сильно ругаться. Почему? Потому что они ждали одно, а получают другое. И эта квартира не может располнить те усилия, которые они запратили в жизни. И в результате возникает разочарование, даже несмотря на то, что они цельностики. Понимаете, о чем я говорю? Это страшные вещи. Человек, люди вроде добились своего, вроде только надо жить часто и начинать, а человек уже очень любил, уже встать и скачет, и он говорит, слушай, я с тобой жить не буду, я бы другая нравится. И он с собой сделает ничего не может. Почему? Потому что ему нужно счастье, он очень долго работал. А она не может ему счастье дать, потому что она тоже очень долго работала. А без счастья человек жить не может, предстоит разрушать себя. И так и правильная, выбранная, жизненная цель, жизненно важная цель, приводит человека к именуемому стрессу. Когда цель жизни ребенок, то ребенок вырастает эгоистично. Мало того, что он потом маме скажет бай-бай, и вообще на меня не будет обращать внимание, потому что он привычно на него обращает внимание. Он маме будет только звонить, когда ему денежки нужны. Потому что для того, чтобы ребенок убил маму, его надо воспитывать так. А воспитывать означает не наслаждать его желанием, то он говорит, хочу мороженое, да, мороженое, хочу пирожное, не мороженое, пирожное. Не наслаждать желание, как раз. а заставлять его делать то, чтобы сделать его хорошим человеком. А это схеза у ребенка. Верный. А заставлять можно только с помощью любви, потому что искусственно не заставишь, ребенок будет сопротивляться. Таким образом, ребенку надо дарить любовь, а не брать у него любовь. И это объясняет, что у любви есть два направления. Одно направление приводит к страданию, а другое к счастью. Вот когда мы кому-то дарим любовь в службу человеку, как это переслужит ребенка, не восхитивает, а не балует, то тогда это истинная любовь. А когда мы наслаждаемся кем-то, это ложная любовь. Или по-русски сказать привязанность. Вот эта привязанность и желание наслаждаться ребенком разрушает жизнь всегда. Если привязанность становится целью жизни, тогда, несомненно, придет стресс в жизни. Человек может быть привязанным к женщине, к бутылке, квартире, деньгам, машине, к чему угодно. Привязанность означает, что я пользуюсь чем-то и испытываю счастье. Женщине часто привязываются к детям. Им нравится их нять, целовать в полку, баловать. И это приводит к тому, что ребенок нагреет, а женщина потом испытывается к дому. Неправильное поведение или привязанность рождают всегда два последовательных события. Первое событие — сладкий вкус, а потом второе — больный вкус. То есть сначала человек, который привязанность, испытывает счастье в жизни, а потом страдание. Значит, он живет не в благости. Благость всегда вызывает сначала горький вкус, то есть воспитываемый ребенка, а потом сладкий вкус — счастье от того, что он воспитывает. Теперь, смотрите, все это сначала сладкий вкус, а потом горький — это всегда спрасть, никогда не плачешь. Ну, допустим, среди не сплачивают. Эх! Балдеет, наслаждается жизнью, а тем временем привязываются друг к другу все больше и больше. И вообще не знают характера друг к другу, потому что характер раскрывается не в состоянии полдежала. Характер раскрывается в обычной жизни. Поэтому благостные люди сначала знакомятся, строят отношения, а потом болгеют друг от друга. А люди в страсте сначала болгеют друг от друга, а потом знакомятся. Они уже полгода прожили вместе в сексе, по уши, там, в поездках на Майами, а потом вот бац! подхваживаются, у моей девушки есть характер. Он думал, что только секс у нее есть. Не знал, что не характер еще есть. Оказывается, у нее есть привычки, свои настроения, которые мне могут вообще не нравиться. Человек начинает сливко страдать, что он живет человеком, который вообще не понимает жизнь. А счастье от секса постепенно тает и приводит к нулю. И он думал, что же я так с ним живу? Поэтому люди в страсте, они сначала болгеют друг от друга, где-то года три. Потом года три мучаются и где-то еще кто-то два разводится. А люди в страсте, которые понимают какую закономерность, даже не жениться, а живут гражданским браком, потому что чувствуют, что скоро оставаться. Но люди в страсте пытаются понять друг от друга прежде, чем жениться. Поэтому они сначала встречаются, общаются, даже не целуются, просто дружат. А потом уже, если видят, что они подходят друг от друга, создают семью. Видите, неправильный подход к жизни приводит к стрессу, к сильным страданиям жизни дальше. Потому что надо изучать, как жить. Мы изучаем математику, физику, химию. Изучаем, как деньги зарабатывают. И деньги зарабатывают. И деньги зарабатывают — это не жизнь. Жизнь — это совсем другое. Жизнь — это отношение к себе. Мы не знаем, как относиться к себе. Продолжение следует... Субтитрыosis — это очень важный.